Но бизнес это такой унисекс-спорт, поэтому очень многие вещи можно перенять у мужчин. Все-таки женщины и мужчины по-разному относятся к своим подчиненным. Какой бюджет от общего оборота компании должна тратиться на маркетинг? Правильно было бы избавиться от мышления тратить. 90% сотрудников у меня находятся в штате, 10% находятся удаленно. На 10% работают в 2-3 раза эффективней, чем те люди, которые находятся в штате. Вот это вот три основных задачи любого собственника. Стоп, лучшее и новое. Сложность, которая возникает у женщин, это разделение семьи, детей, бизнеса. Подписывайтесь на канал 1СБитрикс. Здравствуйте, в эфире юбилейный. Догадайтесь, какой выпуск программы «Битрикс24» спрашивает. Мы продолжаем встречаться с реальными партнерами компании «Битрикс24». Сдаем им вопросы про их бизнес, про их вызовы, про их задачи. И в эфире на эти вопросы экспромтом отвечаем. И сегодня у нас в гостях Алла из Тулы, которая расскажет о своих задачах и о своих вызовах. Меня зовут Алла Штаут. Я генеральный директор и собственник группы компании «Диал». Наше агентство занимается комплексным интернет-маркетингом и разработкой сайта и внедрением «Битрикс24». На сегодняшний день наша главная цель – стать номером один среди агентств по комплексному оказанию услуг для роста бизнеса. Алла, здравствуйте. Какой у вас первый вопрос? Добрый день. Хотела бы спросить. У меня на сегодняшний день такая стадия развития компании, когда я планирую нанимать исполнительного директора, операционного директора, потому что до 85 человек всей рутиной, всей операционкой занималась я. И на сегодняшний день ко мне в компанию приходит операционный директор. И здесь у меня два вопроса. Через какой период времени и на каком этапе правильно брать операционного директора в бизнес и правильно ли его брать для микробизнеса до 100 миллионов оборотов в год? Я думаю, что нету здесь какого-то показателя, что количество сотрудников и количество денег иногда можно рассматривать исполнительного директора как некую инвестицию, в которой вы делаете свой бизнес. Просто вы освобождаете себе время для работы с трагическими партнерами и для работы над стратегией, а исполнительный директор занимается тактикой. Я еще даже как-то удивился, что вы дотерпели до 85 человек, потому что в одном из моих бизнесов исполнительный директор появился, когда у нас было 10. То есть до 10 сотрудников было нормально, а потом, увлекшись развитием компании с партнером, поняли, что текучка и рутина за нами не поспевает. И у нас появился в компании исполнительный директор. Потом, кстати, исполнительный директор очень хорошо дорастает до генерального. Если у вас будет химия и вы будете срабатываться друг друга, понимать, вы можете вообще оставаться просто, хотел сказать, отцом-основателем, матерью-основателем и, соответственно, думать над стратегией, над развитием, которого в вашем бизнесе должно быть более чем достаточно. Поэтому вы, по крайней мере, на моей памяти ни в одной умной книжке, ни в одного умного человека не видел ответа на вопрос, когда должен появиться исполнительный директор. Тогда, когда вам действительно уже поднадоело исполнять, вы понимаете, что вы не можете уже заниматься исполнительской работой, потому что начинает страдать развитие компании. Ну, мне кажется, 85 человек – это уже пора. Хорошо, спасибо большое. Но здесь, на самом деле, очень много зависит. Можно я еще продолжу эту тему? Это мужчина или женщина? Мужчина. Вот я просто вангую некую сложность передачи стиля управления, потому что даже несмотря на то, что у очень многих женщин такой мужской стиль управления, все-таки женщины и мужчины по-разному относятся к своим подчиненным. Есть здесь некая разница, поэтому вам этот момент очень важно учесть. Все вас сейчас видят ту алу, с которой бизнес начинался, и сейчас появляется какой-то условный Константин, которого многие люди… Еще один такой вопрос, который многое прояснит. Он из компании? Он из компании. Окей, слава богу, это делает его работу попроще. Я готовила, чтобы это было из компании. Я, наверное, в дайвинге, будь его бадди достаточно долгое время. А сколько по опыту времени? Пару месяцев, как минимум. Не отпускайте его, а потом отпускайте. Ну, вы и берете исполнительного директора для того, чтобы ничего не делать. Мне очень нравится такая картинка, карикатура, когда сидят три капиталиста за завтраком, намазывают на хлеб вот такой слой икры. И один из капиталистов говорит, что каждое утро, начиная с того, что делаю список дел, которые я должен сделать, а рядышком пишу список тех людей, которые должны это сделать вместо меня. Вот исполнительный директор должен делать это вместо вас, а вот вы должны делать такие списки, а он все должен исполнять. Ну, здесь, наверное, очень многое зависит от мышления. И мышление у меня долгий период времени было на каком-то микроуровне управления ручного, и когда меняется мышление, в общем-то, и появляется уже управление. А что вы еще посоветуете для перехода на уровень крупного среднего бизнеса? Я посоветую вам… Я посчитал этот вопрос. Извините, что я вас перебил, но я уже шел как раз с ответом. Я бы рекомендовал вам общаться как можно больше с людьми, у которых есть опыт перехода из микробизнеса в средний бизнес. Тут, опять же, нужно смотреть и на количество сотрудников, и наоборот, и на продуктовый портфель. Я знаю, что вы работаете не в одном городе, то есть у вас территориально разветвленная компания. Вот нужно найти людей, которые через это проходили, задавать им вопрос, какие у них были сложности, как они эти сложности решали, чему они научились, на какие грабли там вам не стоит ни в коем случае наступить. И нужно как можно больше общаться с людьми, у которых есть вот это вот стратегическое мышление. То есть если вы решили, что исполнительный директор будет исполнять, а ваша задача как раз придумывать, что еще исполнять и искать новые направления для развития компании, в принципе, любой руководитель должен делать, на мой взгляд, три вещи. Первое. Он должен какие-то вещи умудряться ставить на стоп, быть мудрым достаточно для того, чтобы в какой-то момент сказать, что вот это мы больше делать не будем. Мы предложим, мы больше не будем размещать рекламу в специализированных журналах, если мы работаем в какой-то отрасли, или участвуем в каких-то узкоспециализированных выставках, или мы вот что-то еще, что неэффективно делать не будем. Второе. Он должен многие вещи находить, в которые можно сделать лучше. И вот именно их подсвечивать исполнительному директору, потому что его задача найти, а задача исполнительного директора это сделать. И третье. Он должен как раз думать про то, что новое должна делать компания. Мы предложим запустить внутри компании внутреннюю систему инноваций, или кардинальным образом изменить систему мотивации. Вот это вот три основных задачи любого собственника. Стоп, лучшее и новое. В общем, я возвращаюсь. Ищите тех людей, которые могли бы вам, как говорится, прислонился к этому человеку, и как батарейка зарядился. Мне кажется, вот Сергей Рыжиков точно такой человек. Если у вас есть возможность больше с ним общаться, общайтесь больше с ним. Но таких людей в любом городе много. Я знаю, что вы из Тулы. В Туле есть такие предприниматели. Может быть, даже вы создадите некое такое сообщество тульских предпринимателей. Я имею в виду председателя. Отлично. Я только хотел опять вас предостеречь. Старайтесь общаться не только с женщинами, с предпринимателями, на фоне которых вы точно смотрите все очень хорошо. Попытайтесь. Знаете, обычно на Олимпийских играх есть мужская и женская сборная. Предложим, по футболу. Есть муж с мужчиной играет, и женщиной играет. Но бизнес – это такой унисекс-спорт. Поэтому очень многие вещи можно перенять у мужчин. Но мужчины тоже не должны, это уже обращение к мужчинам, не должны думать про то, что мы исключительные. Мы очень многому можем научиться у женщин. И очень много технологических компаний возглавляли именно женщины, предположим, IBM. Спасибо большое. А теперь хотела задать еще вопрос. На уровне операционных каких-то процессов и работы, какой бюджет от общего оборота компании должна тратиться на маркетинг? Ну, первое, что я бы хотел... Как маркетологу номер один. Спасибо. Очень хочется услышать этот вопрос от вас. Спасибо. Там хочется ответить, что больше. Но чтобы все люди, которые работают в маркетинге, сейчас встали и заплодировали нам. Но давайте я начну с того, что правильно было бы избавиться от мышления тратить. Вот очень важно, когда человек говорит тратить, он не допускает возврата. Поэтому правильно инвестировать. Вот вопрос, сколько мы инвестируем маркетинг для того, чтобы получить какие-то результаты. Тратить, вот как бы отдал, и оно не вернулось. И для любого руководителя это боль-боль. Хорошая новость? Нет. Ответ на этот вопрос нигде. На свое время работал в телеконекционной компании. И я видел отчет, это было, правда, начало 2000-х годов, но мне кажется, ничего не поменялось, что провели исследование, сколько телеконекционной компании, работающей на рынке телеконекционном, вы должны понимать, что работа на телеконекционном рынке – это и операторы связи, это поставщики телеоборудования, и третье – это интеграторы. То есть опрашивали три вот среза этих компаний. И выяснилось, что за год вот телеконекционный рынок, компании признались, инвестируют в маркетинг от полпроцента до 23. И вот это разрыв, который меня лично шокирует. То есть мы не можем ориентироваться на эту цифру. Поэтому я обычно рекомендую поднять любой учебник по маркетингу, любой учебник по рекламе и посмотреть, как правильно планировать маркетинговый бюджет. И мне больше всего импонирует метод целей и задач. Мы предположим, в этом году вы говорите, что наша компания должна пробить потолок в 200 миллионов рублей оборота. Это цель. Метод целей и задачи как работает. Ставим цель. Второе. Мы задаем себе вопрос, как мы сможем получить лидов на то, чтобы у нас были клиенты на вот эти 200 миллионов рублей оборота. И, соответственно, ты говоришь, окей, нужно можно привести вот такие-такие-такие мероприятия. Перечисляешь все эти мероприятия, потом смотришь, где можно сделать оптимизацию, но, предположим, где-то, не знаю, поинвестировать меньше, где-то все-таки не инвестировать вообще, где-то, предположим, прислониться к Битрикс24 и попытаться что-то сделать вместе. Это называется ко-маркетинг. И потом закладываешь где-то 10-15% бюджета на резерв. Вот в том же месяце у вас получилось 5 миллионов рублей на маркетинговой активности, еще 500 тысяч 10% мы закладываем сверху. И это примерный бюджет, который мы должны инвестировать для того, чтобы сделать лиды, для того, чтобы получить оборот 200 миллионов рублей. Он обычно первые два года подводит, потому что этот метод, ты точно не выпадаешь, но с каждым годом ты начинаешь понимать все лучше и лучше, что работает, что нет, где ты можешь оптимизировать, где ты можешь запартнериться с кем-то и таким образом сэкономить. Я очень надеюсь, что ваши маркетологи прочитают книжку маркетинговой бюджета. Не обязательно ее читают. Да, отлично. Ей 10 лет, она по-прежнему работает. Можно, опять же, включить экономию. Я рекомендую прочитать книжку «Продает каждый». Это одна из моих последних книг. Это книга про то, что обычно в компаниях, вот у вас компания, в которой работает примерно 100 человек, а сколько у вас отдел продаж составляет? У нас три отдела продаж. Суммарно это 10 или 15 человек? Да, около 12 человек. 12 человек. 10-12. Ну, 10 человек. Получается, 90 – это люди не продающие, а 10 – это люди продающие, если 100. Так вот, компания, в которой продает только отдел продаж, всегда меньше продаст той компании, в которой продает каждый. И книга «Продает каждый» она как раз о том, как сделать так, чтобы каждый сотрудник компании, секретарь, бухгалтер, юрист, руководитель компании, исполнительный директор продавал. И продавать может не только сотрудник, продавать могут кандидаты, которых вы берете к себе на работу, которые подходят или не подходят вам потом, бывшие сотрудники и даже клиенты. Вот это вот прямо самый интересный раздел книги, когда продавать начинают клиенты, а в вашем бизнесе клиенты обязательно должны вас продавать. Поэтому я возвращаюсь к вопросу. К сожалению, нет вот этой магической цифры. Я даже не могу сказать, что попробуйте 2 или попробуйте 3%. Лучше попробуйте метод цели и задач, ошибетесь меньше. Я очень долгий период времени придерживалась позиции, что все должны находиться в офисе, везде должно быть контролем. У нас огромное количество офисов как раз таки в разных городах, все сидят в штате, программисты тоже и так далее. То есть никакой удаленки? Ну минимум, прям совсем минимум. Очень много раз я ранее разочаровалась в удаленной работе, работе с олдсорсом и была приверженницей того, что все должны быть в штате, на работе пришел, ушел, сдал смену и так далее. Но последние полтора года мое мнение очень сильно меняется. Я понимаю, что тренд идет по удаленной работе. Если даже посмотреть на Америку, каждый третий сотрудник работает удаленно. Я понимаю, что этот тренд и в России, и все больше он становится актуальным. И я очень долго сопротивлялась все равно этому тренду, но что вижу я на сегодняшний день. 90% сотрудников у меня находятся в штате, 10% находятся удаленно. Но 10% работают в 2-3 раза эффективней, чем те люди, которые находятся в штате. У меня сейчас есть два пути, которые я нахожу сейчас на принятии этого решения. Или я разгоняю всех программистов из штата и перевожу это все полностью в удаленную работу. Или же мы все-таки мучаемся, меняемся, меняем какие-то бизнес-процессы, потому что очень сильная разница в эффективности работы сотрудников. Идти на эти кардинальные меры или же все-таки пытаться совмещать. Я сейчас буду очень осторожен и аккуратен в своих оценочных суждениях и в рекомендациях. Мне вообще кажется, что все люди делятся на две категории. Те, которые могут работать дистанционно, а те, которые не могут работать дистанционно. И, наверное, вам просто повезло, что вот эти 10% сотрудников, ну, если реальные цифры использовать, положим, 10 сотрудников, 10 программистов. Это я просто беру условно 10% от 100 сотрудников. До этого мне не везло. Они всегда пропадали, исчезали. Да, да, да. Вы просто подобрали таких людей, которые сейчас научились работать дистанционно. Если вы сейчас попытаетесь 90 человек из оффлайна перевести онлайн, я думаю, что очень многих людей вы потеряете. Потому что очень многим людям... Можно я повангую? У вас наверняка симпатичный офис в Туле. Что-нибудь там типа в лучших традициях Битрикс, да. Да, но я думаю, что многие сотрудники с удовольствием ходят туда, потому что у них не такие классные условия дома. Ну, просто часто... Ну, это такой трюк. Компании делают такие офисы, чтобы люди даже с большим удовольствием уходили из дома на работу и с грустью уходили с работы домой, потому что там их ждут не самые лучшие условия. Поэтому если вы попытаетесь всех под одну гребенку перевести онлайн, перевести на удаленку, я думаю, что вы очень многих потеряете. Поэтому первый совет, и он неосторожный, осознанный и разумный, оцените, кто сможет, а кто не сможет. Дайте людям попробовать. Ну, я понимаю, что это не такое кардинальное сокращение сдержек, как раз-раз полуофиса освободили, но вы же офис не купили. В собственности. Тогда я еще не совсем по нему. Не, ну ничего страшного. Ну, хорошо, что вы заработали. Инвестировала. Хорошо, что вы на него заработали. Но с вашими-то амбициями вы точно найдете, кем его забить. Мне сейчас некуда сажать людей. Да, я понимаю. Поэтому, может быть, сейчас как раз попытаться предложить людям ротацию. То, кто хочет попробовать поработать на дистанционке, сохранив свое рабочее место, предложенное на две недели, могут поработать на удаленке. И потом, соответственно, скажут с Уштиала, нам нравится работать на удаленке, мы там типа освобождаем рабочее место, забираем свой стульчик с подушечку и цветочки и перебираюсь домой. Просто с точки зрения контроля, конечно, всегда удобнее, когда сотрудник сидит в офисе, ты до него дотянешься. Я, предположим, ужасно люблю, я сторонник живого контакта, я не люблю проводить мозговые штормы. Я даже не консультирую по скайпу. То есть мне нужно видеть человека, управлять им вот вживую. Поэтому, если надо, я просто сажусь в самолет и лечу там в Бенософис, Краснодар, или просто вызываю коллег к себе в Москву. Мне нужно их видеть. Поэтому, если вы чувствуете, что вы можете управлять людьми по скайпу, через Битрикс24, через мессенджеры, здорово, начинайте это делать. Просто, когда вы будете строить большую компанию, мы, предположим, у вас будут сотрудники в Сингапуре, мне тут что-то подсказывает, что люди из Сингапура с большим трудом будут соглашаться переехать в прекрасный офис в Туле. Поэтому, учитесь управлять людьми дистанционно, на удаленке. Кстати, у нас в издательстве выходило очень две классные книжки, 37 сигналов, менеджеры компании 37 сигналов ее написали. Первое – это реворк, такой прямо гимн дистанционной работы, обязательно прочитайте. И второе – не сходить с ума на работе. Мне кажется, прям очень зайдут вам эти книжки. Хорошо, спасибо большое, не читала. Да, по вашей рекомендации я читаю довольно-таки большое количество книг. Это хорошая книжка. Мы читаем каждый месяц книги, обсуждаем. У всех есть профиль рабочего места про чтение определенных книг. Сейчас будет очень неудобный вопрос. И какая у вас книга этого месяца? «Сила подсознания». Ух ты, это круто. Да, она прям… Я боюсь, что она закончится. Я просто хочу сказать, что действительно, есть такой кеха автор с книжкой «Подсознание может все». И, конечно, фокусировки, аффирмации, они рулят. Конечно, не решает все, но реально рулит. Когда ты думаешь, что я могу, ты можешь. А если ты не думаешь в этом направлении, то у тебя точно не получится. Поэтому хороший выбор. И вам рекомендую тоже какую-нибудь книжку каждый месяц с командой читать. Это прям очень крутая история. Спасибо. Нужно ли продолжать выходить на зарубежный рынок? Если да, скорее всего, вы ответите так. Что нужно, с чего нужно начать? Конечно, не буду говорить «нет». Ну, то есть я не могу отговорить человека, который решил развиваться географически. Это всегда будоражит. То есть вот тогда, когда ты сгибаешь пальцы и говоришь, что я работал с клиентами на Кипре, в Германии, в Финляндии, в Норвегии или в Сингапуре, это прям вот реально заставляет людей смотреть на тебя и говорить, как ты это сделал. Здорово, что у вас уже есть положительный опыт на трех, на пяти клиентах. Я думаю, что его просто нужно масштабировать. По факту вы понимаете, что нет никакой сложности. Вы уже все сложности порешали. Ну, предложены валютные счета, а все остальное, ну, как обычно. Может быть, язык общения даже остается русский, а может быть, он английский, а это язык международного общения. Поэтому я бы рекомендовал вам, конечно, расширяться. И самый простой способ расширяться – это спросить тех клиентов, которые сейчас, я очень надеюсь, довольны вашими услугами, попросить вас порекомендовать в русскоговорящем комьюнити. Потому что все внутри этих стран друг друга прекрасно знают. И это будет самый простой способ продолжать расти. Но реально будет круто, когда вы получите первого англоязычного клиента, который к вам придет. И вот это вы должны будете отдельно отметить. Прямо запасить для этого бутылочку шампанского. Но еще раз, вы самое главное уже сделали. Вы поработали с первым международным клиентом, и вы все прекрасно понимаете. Но в одном из моих бизнесов тоже, когда случился первый международный клиент, и когда случился второй, а потом и третий, ничего уже удивительного не было. Первый раз – восторг, радость и страх. Сможем или не сможем? Все как в России. Может быть, просто требования чуть пожестче. И хорошая новость. У нас же все время говорили про то, что Россия впереди в космосе, в балете. Ну, просто сейчас можете еще добавить в автоматизации. Поэтому правильным делом занимайтесь. Хорошо, спасибо. Такой вопрос, немножко отдаленный от маркетинга, от бизнеса. У меня есть мечта. Я мечтаю написать книгу. Скажите, пожалуйста, с чего нужно начать, когда ты мечтаешь написать книгу? Она художественная или деловая? Бизнес-книга. Деловая. Это что-то типа автобиографии или что-то про управление или про продажи? О чем она? У меня есть определенное резюме, которое я составила для себя. Это для меня был первый шаг к осуществлению мечты. Есть несколько тем, про которые бы я хотела написать. Это как раз-таки про бизнес с точки зрения биографии женского бизнеса. Развитие маркетинга для точек роста бизнеса. Это чем я сейчас и консультирую, в принципе, предприниматель. Очень хорошая тема. Я и спросил, о чем вы собираетесь писать. Это такая ниша, которая растет, потому что женского взгляда в бизнесе его мало. Опять же, в основном авторы мужчины. И там по пальцам перечитать книги, которые написаны женщинами-руководителями. Реально по пальцам можно перечитать книжку, написанную женщиной-руководителем в IT, в автоматизации. Я не могу вспомнить вообще сходу ни разу. Поэтому пишите. Как писать? Я обычно делаю следующим образом. Ты придумываешь название, потому что название – это прям все. У меня очень многие книги не пишутся до тех пор, пока я не придумал название. Название – прям половина продаж. Второе – вы делаете содержание. И потом вы просто начинаете писать главу за главой. Потом вы показываете то, что получилось каким-то своим близким людям. Они говорят – вау, Алла, круто. И вы можете уже потом отдавать это своим клиентам. Попросить их добавить какой-то контент, какие-то моменты, добавить, которые вы забыли. Может быть, добавить какие-то кейсы. И, соответственно, книга в рукописи готова. Дальше уже начинается работа, связанная с поиском издателя. И здесь есть три способа. Вы приходите в издательство, например, Манованов и Фербер, и вам говорят – Алла, классная книга, забираем, платим гонорар. Второе вам говорит – Алла, мы сомневаемся. И вы говорите – я поддержу выпуск книги. И, соответственно, вы платите какую-то сумму денег. И книжка выходит в каком-то хорошем издательстве. Их три – Эксмо, Альпина и Манованов и Фербер. И третий вариант – я думаю, что это не ваш вариант точно, но это такое уже совсем-совсем для тех людей, которые везде тыркаются, им всегда говорят – книга не удалась. Это просто издать за свой счет. Есть сам издат, есть очень много издательств, которые просто в электронном виде, просто легко разместят вашу книгу, сделав какую-то предварительную работу по макетированию, естественно, редакторской правке. Ну, я думаю, что вам нужно целиться именно в первый вариант – в хорошее издательство, прийти с хорошей книгой и, соответственно, как можно быстрее это сделать для того, чтобы вы могли дарить ее своей растущей команде. Один из самых простых способов понять своего руководителя – это прочитать его книгу. Очень многие мои сотрудники и партнеры говорили мне о том, что они намного лучше стали меня понимать, когда прочитали книжку номер один. И второй – вы можете ее давать своим клиентам. А для клиентов это прямо, ну, вот есть такое выражение, когда ты остаешься на глазах у клиента, то есть ты попадая к нему в интимную зону. Интимная зона – это то, что он носит на себе, это то, что он хранит в своей квартире, в своем кабинете. Книга, как правило, хранят в кабинете. Человек ее прочитает, поставит на книжную полку. Очень важно подумать про яркий корешок. Я даже предполагаю, какого цвета должна быть книжка. Но я не намекаю. Но это очень хорошая история. Красные туфельки, они, это прям, как бы все сказано. На высоком каблуке, придавлю и так далее. Широкий шаг. Многие это эксплуатировали, но не в бизнес-тематике. Так что пишите, Ава. Спасибо большое. Значит, в этом году я должна обязательно ее написать. Мой рекорд, я написал книгу за две недели, но это было затворничество. Попробуйте побить этот рекорд. Надо просто уйти в отпуск и с утра до вечера писать книгу. Мне кажется, что вы трудоголик и сможете легко побить мой рекорд, если захотите. Спасибо. Попробую. А мы с вами на это посмотрим. Алла, ну я обычно никогда не задаю вопросы под конец программы своим слушателям, но мне просто безумно интересно. Во-первых, вы редкий тип руководителя, женщина. И второе, особенно в IT-индустрии, и второе, вы все равно собираетесь написать книгу, поэтому вы про это думали. Вы могли бы дать, и тем более вы руководитель клуба предпринимателей в Туле, правильно я называю, не могли бы вы дать каких-нибудь два-три секрета успеха женщины-руководителя для наших слушательниц? Да, конечно, могу. Первая вообще сложность, которая возникает у женщин, это разделение семьи, детей, бизнеса. И на самом деле найти вот этот вот баланс, разделение, это одна из важных точек развития тебя как личности. Я смогла просто найти этот баланс, у меня нет сложности. У вас и муж, и дети все работают, да. У меня двое детей маленьких, да. Я никогда не была в декрете, но я никогда... У меня не было никогда сложностей с уделением времени как бизнесу, так и мужу, так и своим детям. Здесь просто нужно понять, как ты расставляешь приоритеты, поставить четкие цели в каждой из сфер своей жизни и просто каждый день делать определенный процент по чуть-чуть маленькими шагами во всех сферах своей жизни. Я каждое утро читаю, я каждый день обязательно занимаюсь с детьми, я каждый день в протяжении 10 лет нахожусь на работе и занимаюсь еще и развиваю различные другие бизнесы. Все только потому, что я разделяю в процентном соотношении уделение каждому вниманию из этих зон своей жизни. Ну тут точно сейчас будет шквал запросов, я сразу же их вам передрисую. В каком процентном соотношении это надо делить? Сколько на бизнес, сколько на семью? В зависимости от этапа развития бизнеса, от твоих желаний, от твоих целей, которые ты поставил на год, здесь просто разделение. Ну на сегодняшний день, например, у меня это разделение 50% это я, а 160-50 делится между бизнесом детьми и мужем. Прошедшие 10 лет это было 70% бизнес и по 10-15% отделение семьи. Можно я вам подниму руку, потому что я первый раз действительно вижу такого реалиста, который на первое место наконец-то ставит себя. Про себя, про себя любимых не забываем. Это очень важно. И второй совет? Второй совет это бег или спорт. Я каждый день бегаю, и это дает огромное количество энергии для жизни, любви, потому что когда ты с утра пробежал, тебе хочется идти и просто всех целовать. И это дает огромное количество сил для реализации всех целей, которые ставишь, и ты устаешь значительно меньше. Ну что ж, я думаю, что прекрасный момент для того, чтобы финишировать нашу программу и после этого побежать делать великие вещи. Давайте вспомним, о чем мы с Аллой поговорили, как раз и о том, как управлять своей командой, когда ты женщина, как найти баланс между личным и семьей и бизнесом, про то, как расти. Поэтому давайте действительно возьмем и побежим. У нас столько прекрасных идей благодаря программе «Битрикс24» спрашивает. Я думаю, что нужно взять небольшую паузу и начать что-то делать. Не прощаемся. До встречи. Мне хочется выразить огромную благодарность «Битриксу» и Игорю Ману за беседу, которая сегодня произошла, за те 20-30 минут полезной информации, которые я получила. Очень классно получить важную информацию, которую иногда ты ищешь годами, когда ты быстро, четко получаешь ответ на тот вопрос, который долго не мог понять или решиться его сделать. Беседа была просто мега полезной, мега важной, мега нужной для меня. И на сегодняшний день четко понятны пути действия дальнейшего после этих советов, которые дал Игорь Ману. Подписывайтесь на канал «Один из Битрикс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова